Добрый день! Евангелие от Матфея, глава 7, 6 стих. «Не давайте святыни псам». Что же это за псы? Ну, давайте обратимся, собственно, к тексту, чтобы не вырывать из контекста это место. Господь здесь говорит, «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Как можно понимать эти слова Священного Писания? «Не давать святыни псам и не бросать жемчугой пред свиньями». Ну, понимаете, к сожалению, далеко не все люди по своему устроению, по своему характеру являются способными разделить наши с вами ценности, в особенности ценности религиозные и христианские. И Господь, Он же, в общем-то, не считает нас с вами совсем какими-то такими дурачками. Он призывает нас к тому, чтобы мы были, при том, что просты как голуби, все-таки мудры как змеи, чтобы мы учились разбираться в людях, которые нас окружают, и правильно оценивали те обстоятельства, в которых мы находимся. Поэтому Он говорит, что не нужно разделять то, что для нас свято, пытаться донести то, что до нас свято, тем, кто является по всем своим, так сказать, устремлением и жизненному расположению либо псами, либо, так сказать, свиньями. Кто имеется в виду под этими словами? Ну, из характера даже этих животных мы можем с вами сделать вывод о том, что псы – это люди, сколько же приземленные, столь и агрессивные. Люди, которые живут исключительно плотскими страстями и защищают их и свое место в этом мире с исключительной агрессивностью и брехливостью, свойственной псам. Свиньи же – это те, кто спокойно и деловито пожрут любые драгоценности, которые вы перед ними разложите, не подавившись и, так сказать, не обратив никакого внимания, не вызвав в себе абсолютно никакого изменения расположения к чему-то высшему. Ведь, как известно, свинья – такое животное, которое физиологическим образом устроено так, что не может поднимать свои глаза к небу. К высоте. И в таком своем образе является символом вообще такого человеческого невежества и устремленности к земным благам, низменным удовольствием, каус страстей. И вот делиться с людьми подобного настроения, подобного духа, какими-то духовными сокровищами, совершенно бесполезно. Как говорила русская пословица, не боится свинья креста, а боится свинья песта. Нет смысла крестить свинью для того, чтобы ее выразуметь. А если она лезет куда ни попадя, нужно взять пест, то есть палку, и, в общем, направить ее в нужном для этой самой свиньи направлении. Не допускать ни псам, ни свиньям терзать христианские святыни и то, что дорого для человека, пытающегося свою жизнь устроить по заветам и по святыням спасителя нашего Христа. Потому что люди эти способны не только попрать и уничтожить все, что свято для нас, но и, как говорится здесь в словах, обратившись, растерзать и нас самих. Поэтому всегда нужно смотреть, кому именно говорим бы наши слова. Достойны эти люди для того, чтобы разделить с ними сокровища нашей веры, и для того, чтобы как-то их, в общем-то, пытаться возвысить к чему-то духовному, хотя речь идет хотя бы о каких-то первоначальных нормах приличия, которые нужно научить этих людей соблюдать, для того, чтобы они перестали оставаться псами и свиньями. Ну, если, конечно, такое вообще изменение, к сожалению, будет для людей с подобным настроением возможно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.